Мы начнем нашу экскурсию с этого здания на Спиридоновской, больше известного одесситам как бывший кинотеатр Одесса. Дом был построен 110 лет назад для военных. Здесь курсанты занимались фехтованием, гимнастикой, собирались в образовательные кружки. После революции здесь устроили первый армейский синематограф, который потом переформатировали в первую в стране пятизальный кинотеатр, который и назвали уже Одессой. Но самый интересный период в судьбе здания возле соборки наступил после закрытия кинотеатра. Оно несколько раз переходило из рук в руки. Вопрос упирался в отсутствие прав на землю, без которых перестроить памятник архитектуры нельзя. Два года назад депутаты горсовета отказались передавать новому собственнику 15 соток земли под ним. Проект гостиницы провалился. Не ясен до сих пор и дынешний статус реконструкции. Чтобы прояснить ситуацию, попытаемся напрямую поговорить с владельцами, позвонив по этому номеру в отдел продаж. Однако номер уже не работает. А вот журналист Ярослав Бериндаков год назад все же дозвонил со владельцем. Ответил человек, представитель собственника, о том, что это здание продается за 4 миллиона долларов, что возможен торг. У собственника Святослава Нечитая, у него основной его бизнес – это алкогольный бизнес. То есть ему это не его профильный актив. И ему, соответственно, как только недвижимость стоимость упала, ему натуральное желание бизнеса избавиться от такого актива. Ему все равно абсолютно, что с этим зданием. Не продать, не реконструировать памятник архитектуры так и не удалось. Он по-прежнему стоит заброшенным, повторяя судьбу своего соседа дома Руссова. Радует только то, что за бывший кинотеатр бой никто не ведет, и его не поджигают. Ни физического доступа, ни связи по телефону с владельцами бывшего кинотеатра Одессы у нас нет. Поэтому судить о нынешнем положении здания мы не можем. Так что идем по следующему адресу, по Старо, 25. А это здание уже 7 лет частично принадлежит владельцу Интерхима Анатолию Редеру. Бизнесмен рассказал нам о своей личной истории, связанной с этим домом. Сюда на танцы ходила его бабушка. Здесь же работала и его мама. Восстановить памятник архитектуры он считает своим долгом. Но признается, экономика в стране вносит коррективы в амбициозные планы. Это здание, о котором мы сейчас говорим, оно было в государственных руках, и не просто не реконструировалось, а было доверено до полного уничтожения. Это здание будет полностью реконструироваться. Подготовлен проект соответствующей организации, которая имеет лицензию именно на работу с памятниками архитектуры. Мы хотим максимально восстановить его исходный вид. А когда-то здесь был один из самых влиятельных земельных банков Российской империи – Бесрабско-Таврический. Он был построен в 1870-е годы архитектором Семеном Ландесманом, чьим самым известным творением остается украинский театр здесь, ниже Попастера. Что же касается дома номер 25, то после революции здесь был партийный клуб, потом он принадлежал Одесскому государственному университету и проектному институту Госпропрома. Но то, каким здание является сейчас, не его аутентичный вид. Во время войны в него попала бомба, разрушив центральную лестницу. Ее-то первым делом и обещают восстановить владельцы. Уже через полгода обещают показать первые плоды реконструкции. Но судьба Пастера 25 скорее исключение из правил. Ведь чаще всего состоятельные собственники памятниковой архитектуры на восстановление просто жалеют деньги. Как можно воздействовать на собственников памятников архитектуры у нас? Это максимально какие-то копеечные штрафы. Порядка где-то, как я смеюсь, 200-300 евро в общем выражении за какие-то нарушения действующего законодательства. Для примера, в той же Германии, допустим, нарушение законодательства, там среднестатический штраф порядка 50 тысяч евро. Штрафы достигают где-то до миллиона евро. В Украине владельцам дешевле заплатить штраф за ненадлежащее содержание памятника архитектуры, нежели его ремонтировать. Вернуть такие здания государства до юра может, но де-факто этот механизм долгосрочен и финансово затратен. Собственники перестают заниматься этими зданиями. И в итоге получается, что и памятник архитектуры разрушается, и оно не приносит никакой пользы. Сюда как минимум можно запустить какие-то благотворительные организации, какие-то культурные. Чтобы они следили за этим зданием, какой-то текущий ремонт, коммунальные платежи. Однако это уже аспект социальной ответственности бизнеса. Термин «меценат» сегодня уже, похоже, не актуален.